все хитая дорогие мои друзья мы в дороге мы в пути едем в каньев заехали на заправку завтракать сейчас будут хот-доги у нас к заправку утром никого нет хорошо наших хот-доги а света не есть не пьет я вообще не знаю чем она святым духом питается помара бери не пришло так вот такой интересный интересный хот-дог у нас сегодня это мое латте добрый ранок сегодня на завтрак о томара 3 ну надо поделить поделить она сказала что будет кушать нет я имею виду тут три штучки а потом будет а ты будешь на этом ты вообще только воздухом а я думал ты только воздухом питаешься кофе попила только света и все попью а сегодня даже кофе успела попить там соус не так красиво а дождь видите какой лил дождь но сейчас чуть-чуть прекращается от прям ехать невозможно было ну все попьем и к не ждет нас конечно а до этого проезжали вообще классно там там новая как за следующий раз туда заедем вообще там красивая большая новая вы видите хвойный лес красота здесь под обухово галя звонит под обухово не не надо нет мы здесь как раз таки завтракаем купили хот-дог кофе купили не надо да 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 купила омывач еще запахом яблока больше никакого не было сосновый лес здесь пила с запахом яблока садимся у меня до сих пор зимний омывач нет не было было только яблоко было только яблоко и все ну не знаю меня еще зимнего целый целый остался еще баллончик такой 5-литровый этаж надо столько накупить до стати дождь прекратился это хорошо пока завтракали бы не было дождя мы бы вот там кофе попили в таком красивом месте же и веселее ехать после завтрака и а Продолжение следует... 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 Я говорю, Сережа, он говорит, еще что у тебя, вроде бы, мы же недавно проверяли, что-то, говорит. Я говорю, Сережа, не знаю, вроде пахнет газом, посмотри, пожалуйста. Приезжаю к нему, говорю, а он, у меня вообще-то нет, я сегодня не работаю, ну ладно, говорит, как для постоянных клиентов, я выйду, говорит, на работу. И вчера мы с ним встретились, я ему рассказываю это происшествие, говорю, Сережа, вот так и так получилось, и как так могло получиться? Он говорит, ну, во-первых, говорит, когда устанавливают газ, там есть такой клапан, который не дает, это у нас четвертого поколения, что он не дает полностью залиться этому газу. И тогда, когда газ расширяется, то, ну, заливают в этом, заливают на заправке не до конца этот газ, заполняют газ не до конца. И когда, например, жарко, оно, объем газа увеличивается и не взрывается газ. А если газ, нету этого клапана, газ полный, а еще если жара, оно еще, говорит, может, это во-первых... О, Вася приехал. Привет, Вася. Привет, привет. Открыл ворота, сейчас заедет, потом поздороваемся с ним. Это, говорит, во-первых. А во-вторых, надо же, говорит, смотреть, техобслуживание проходить, смотреть, как, ну, трубы, все ли они там нормально укреплены. Ну, это вот там много рассказывал. Ну, это же его профессионально, так он знает там. Говорит, надо было вот так смотреть. А он, говорит, видимо, не смотрел. Или они заполнили ожара 60 градусов. Ты посмотри, кошки, собаки лезут прям под колеса. И Дэн, иди сюда. Что ты там делаешь? Привет. Привет. Побазарувал. Побазарувал. Так, нормально побазарувал? Да, нормально. Правда, абрикос весь. Ага. Штамбики шутки не пошли. Ух ты, роза штамбовая. Да, расскажу уже вам. Вот такой вот страшный случай произошел в Узбекистане, вот недавно, буквально, вот несколько дней назад. И я приехала, говорю, давай смотри, Серега, потому что пусть не будет ни первого, ни второго, ни третьего случая, давай посмотри. Он мне посмотрел, говорит, ну, если я кондиционер включаю, мне кажется, что пахнет газом. Он посмотрел впереди, говорит, ты знаешь, может быть, давай заменим эти трубы, может, шланг на толще шланг. Хотя, говорит, я не вижу, чтобы у тебя там что-то такое было. Ну, заменил вчера эти шланги мне. Так что все проверю. Вот с этой машиной просто. И зато сегодня ехала спокойно. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...